Саратовский заключенный обеспечивает лимонами всю колонию, а результат тепличных экспериментов записывает в журнал для будущей диссертации. Такой способ перевоспитания в исправительном учреждении появился несколько лет назад. Наш корреспондент Анастасия Косинова узнала о необычной методике. Гибрид лимона и грейпфрута к весне вырастет размером с маленькую дыню. Об экзотическом растении Дмитрий Сотников знает все. И то, что созревает фрукт 270 дней, и как правильно за ним ухаживать. При понижении температуры, при холодной воде, при чем угодно, может просто сбросить листья и погибнуть. Поэтому все требуется здесь. Уход за ним, как за живым существом. За сбыт наркотиков Дмитрия приговорили к 10 годам лишения свободы. Два месяца он уже отсидел. На воле мужчина был коммерческим директором кондитерской фабрики в Саратовской области. Времени даром терять не привык. Вот и в тюрьме уже нашел себе занятие. Говорит, что попал в колонию кандидатом сельскохозяйственных наук, а выйдет доктором. Он уже завел полевой журнал и начал писать диссертацию. Каждый рядок с какими-то изменениями. То есть какая-то больше полилась, какой-то больше срок посадки поменяли. Эксперимент, это практически научная работа ведется. Все интересно, я это записываю. Для себя, для того, чтобы и время проходило быстрее. Лимонотерапия в колонии строгого режима. Первая теплица появилась 10 лет назад, а после пошло-поехало. Оранжерея, живой уголок и даже океанариум. Заместитель начальника по воспитательной работе считает, труд идет на пользу заключенным. Те, кто занимался положительным трудом в местах лишения свободы, выйдя, наверное, больше не допустят тех ошибок, которые они допустили, попав сюда. Лимоны прямо с куста попадают в чай к заключенным. И хотя в местной теплице выращивают не только фрукты, но и зелень, и овощи, и даже цветы, цитрусовые стали визитной карточкой колонии. Анастасия Косинова, Тимур Гадеев, Владимир Тараканов, LifeNews.